всем привет друзья с вами гиф еженедельные новости о чем мы с вами сегодня поговорим давайте уйдем от привычного расписания выпуска и сначала я покажу вам вот эту картинку это пользователь реддита excalibur 84 еще в мае опубликовал концепт под названием вдохнуть немного жизни на посадочные площадки и тут отчетливо видно насколько огромен стервятник по нашим меркам хотя это обычный двухместный боевой истребитель и если вы начнете рассматривать любой абсолютно любой корабль пристальнее вы обнаружите на всех отдельные шлюзы которые как правило находятся на корме корабля и которые как я надеюсь будут использоваться в будущем для выхода в открытый космос из корабля кроме того на некоторых кораблях есть еще и другие шлюзы например по днищем у ганшипа и я думаю что они будут использоваться для того чтобы выпускать истребители а вот теперь мы перейдем к новостям стрим с майклом бруксом был честно говоря не очень по видеоряду кадры из него вы видите сейчас не показали не посадку саму по ездили вокруг пары разбившихся кораблей собрали там чуть-чуть лута и из части полета на корабле я не увидел влияние гравитации но разработчики объяснили этот момент тем что планетоид был мелкий играл сам товарищ с геймпада но платформа была конечно же пк потому что напомню что на коробке горизонты не появится в декабре и в принципе нет пока даты их релиза также из стрима стало ясно что багги вооружен турелью для управления этой турелью нужен пилот то есть нужно пересаживаться с основного места в турель стреляет она на 360 градусов вокруг корабля видим сектор обстрела относительно корабля и вот вид из турели в общем-то по большому счету поездили они туда-сюда вокруг анаконды и ты 9 и разошлись я потом пущу снова кадры из этого стрима а вот чем поделился брабин в четверг он называл этот ролик спасение сервии когда подъехавший второй багги прикрыл первого от огня немножко и потом они вместе поехали куда-то дальше мне больше в этом ролике конечно понравились размеры базы видно что это нечто большее чем пара домов несколько людей спросили меня почему просто нельзя подъехать подлечить на на коне не сравнять землей все что летает около базы но вот ответ у меня такой есть что насколько я помню разработчики говорили о том что системы корабля не смогут засечь дронов не смогут засечь багги поэтому придется стрелять визуально что безусловно сложнее и во вторых дронов много а корабль 1 и в третьих вблизи маневрировать сложнее и да и вообще будет ли где место учитывая размеры кораблей вот кстати скрин из пятничной рассылки из интересного не видно что вдалеке от базы есть противокорабельная оборона которая ведет огонь по кобре и я думаю что вот просто между этими двумя зданиями но не влезть ни один корабль кроме сайдвиндера наверно в еженедельном отчете брукс рассказал о том что в целом мы встретим на планетах а признаюсь этот вопрос мне очень волнует все что будет на поверхности планет майкл называет точками интереса это могут быть различные военные базы мирные учреждения укрытия поселения космопорты а также горнодобывающие комплексы как действующие так и заброшенные кроме этого будут места крушения кораблей куда уж без этого а еще упавшие метеориты и месторождения минералов генерация самих точек интереса будет зависеть от типа планеты от рельефа от геологии того заселена система или не заселена такие точки как база и поселение они будут постоянными для планет они будут находиться в одном и том же месте а вот крушение кораблей будут случайными в местах крушения кораблей не обязательно надо будет просто собрать контейнеры возможно потребуется провести сканирование корабля или собрать данные ну и ко всему будет ряд минералов да и те же самые метеориты будут доступны только на планетах понять что именно происходит внизу со сканера корабля можно будет весьма примерно то есть есть там что-то интересно или нет но не более того для получения точных данных нужно будет сесть на баги и подъехать да и скорее всего ряд действий тоже можно будет выполнить только с помощью баги возвращаясь к ответом на стриме майкл рассказал что смысл захватывать базы будет заключаться в том что там будут или необходимые вам вещи или какие-то предметы для заданий или просто хорошее вознаграждение вывести оборону из строя можно будет уничтожив энергоустановку базы у разных баз будет разная система обороны и поэтому придется применять различные тактики при этом у баз будет комбинированная система защиты против наземной и воздушной техники поэтому соло игрокам будет сложнее и действовать придется более скрытно но это не значит что в одиночку базу разрушить нельзя после уничтожения базы запустится цикл ремонта и она вернется к обычному функционированию во вчерашней рассылке фронтира рассказали о том что в магазин добавлена возможность дарить любые внутриигровые предметы друзьям так что теперь можете порадовать своих знакомых фигуркой для кокпита или яркой расцветкой на следующей неделе мы увидим стрим с брабином который начнется в среду в девять вечера по москве на котором он ответит на вопрос игроков о горизонтах будет ли там какой геймплей я не знаю а в завершение выпуска вот ссылка на вторую часть отчета звездного сокола к путешествию в центр галактики на этом пожалуй все но мы скоро увидимся снова с вами был гиф и удачных вам полетов